Если обратиться к статистике ГИБДД, то можно обнаружить, что за последние 5 лет количество аварий с участием автобусов увеличилось. Чтобы снизить смертность, необходимо, помимо прочего, проверять безопасность транспортных средств путем проведения испытаний, иначе говоря, краш-тестов, максимально приближенных к реальным условиям. Российские власти инициировали массовые проверки автобусов еще в начале лета. В список машин, подлежащих краш-тестам, вошли более 10 различных моделей, которые сегодня перевозят пассажиров. Отбирать транспорт для испытаний Росстандарту помогали сотрудники Минпромторга и МВД, проанализировавшие статистику по авариям за последние годы. Цель проведения таких испытаний – выявление тех или иных нарушений конструктивной безопасности, либо, наоборот, выявление того, что такие несоответствия отсутствуют в конкретной технике. В этот раз Росстандарт совместно с Центром испытаний НАМИ провел публичный краш-тест полнокомплектного автобуса «Волгобаз Серпантин». Машину, расположившуюся на специальной площадке, подцепили с помощью автокрана и опрокинули с полуметровой высоты на бетонные плиты. На первый взгляд, экземпляр выдержал испытания достойно. У автобуса частично вылетели стекла, повредилась крыша и деформировались некоторые сидения. Впрочем, подводить итоги рано. Окончательный вердикт специалисты вынесут лишь после тщательного изучения повреждений. Оценивать будут соответствующие специалисты лаборатории аккредитов, на которую мы привлекаем для этих мероприятий. В данном случае у нас это полигон НАМИ. И по результатам будет подготовлен акт, в котором будут отражены все несоответствия, либо соответствия по установленным требованиям безопасности. Продолжение следует...